Добрый вечер, Владимир Григорьевич, Степанишин, так я понимаю, да? Степанишин, да. Здравствуйте, Хасай Магомедович. Привет, привет. Давненько мы с вами не виделись. Давненько, да. По-моему, мы с вами делали видео совместные беседы. Ну, это год или сколько-то прошло уже, нет? Наверное, два или три. Даже два или три. Мы тогда говорили об очень интересном деле. Мы говорили о том, что детишек и преподавателей вы могли бы мотивировать музыкальным образом человеческие качества как-то пробуждать, закреплять, способность любиться, переживать, быть эстетичнее и гуманистичнее, да? Вот так вот, человеческие. По-моему, мы об этом говорили, нет? Да, да. Да, и у вас здесь методика. Да. А еще бы мне хотелось у вас спросить об этой вашей последней идее, которую вы мне намекнули, что вы хотели бы робота или биоробота, который хотел бы, допустим. Вот скажите, скажите, вот это очень интересно. Вот, у меня когда-то давно откуда-то всплыла такая вот фраза, тема, тема для, я не знаю, книги, фильма. Кстати, как-то знает, может и возьмется кто-нибудь, называется идея такая, душевное страдание биоробота. Ну, что получается? Ведь у биоробота нет души, да? Как интересно. Но вот, и вот существует какой-то биоробот. Вот он знает, что у людей есть такое качество любовь. И душа, и душевное страдание, и любовь, и высокие чувства. Вот он это в силу своего высокого интеллекта, суперинтеллекта, он это понимает как факт. Но он не может это, он понимает, что он не может понять до конца. У него такая рефлексия включается же, самоанализ, потому что... Я прошу прощения, но это не булгаковские собачьи сердца. Нет, ничего общего, ничего общего. Вот это вы определите, определите, чтобы мы не путали, да. Значит, он, смотрите, поскольку у него есть высокий интеллект, высочайший, то он понимает, у него рефлексия включается, и он понимает, что он какой-то типа недоделанный, потому что как это, вот у этих людей примитивных, да, с его точки зрения, вот это есть, а у него нету, а у него нету. И получается интересная вещь, что он испытывает от этого дискомфорт, и он начинает, у него включаются страдания на эту тему, ну, когнитивный диссонанс, конфликт файлов, понимаете? То есть эти примитивные существа, люди вот это вот могут испытывать, а он не может. И вот от этого у него начинаются такие душевные страдания в режиме самообучения, или наоборот. Кстати, на эту тему, не на эту тему, есть очень интересный фильм «Двухсотлетний человек», с этим, как же его, с Робинсом, Робин Вильямс. Это знаменитый актер, который играл вообще в культовом фильме, культовый фильм «Общество мертвых поэтов», один из самых культовых фильмов. Это про юношество, про подростков. Я всем рекомендую посмотреть фильм «Общество мертвых поэтов». Просто, ну, это надо смотреть. Вот мне его подарил мой бывший ученик в 98-м году. Я с тех пор его периодически смотрю. Это фильм, который вот можно смотреть много раз. Ну, несколько. Так вот, Робин Вильямс, вот он играл в фильме «Двухсотлетний человек». А прикол там в чем? В том, что в каком-то недалеком будущем начали выпускать биороботов, которые были, ну, похожи на людей, так, ну, там, руки-ноги, но у него там маска такая стальная, это, ну, и по конфигурации он похож на человека. И вот, значит, одна семья там, двое детей или трое, заказали себе этого биоробота. Ну, чтобы он там стирал, убирал, вот всю работу по дому делал. И вот, значит, его привозят, он там живет, живет, и вдруг у него включается вот это вот саморазвитие. И его саморазвитие очень странный фильм. Вот, понимаете, такое странное чувство, очень необычное. Это надо просто посмотреть. «Двухсотлетний человек» называется. Слушайте, я, по-моему, видел его. Это очень интересное впечатление оставляется. Я помню, у него такой взгляд был, такой вот, какой-то, там где-то были проблески такого или любознательности, или сопереживательности, и при этом одновременно какое-то застывшее выражение. Ну, вот какое-то такое было, если я не путаю. Так у него, он был изначально биороботом. Так вот, странность в том, что у него начали проявляться человеческие чувства. Семья эта заявила, типа, претензии. Ну, спросила у разработчиков, у кого купили, да, у кого купили. Это что такое, значит, это так должно быть. А перед ними продавцы начали извиняться, сказали, давайте мы его заведем, это неправильно, мы его утилизируем. А там внучка или дочка этого, глава, за него заступилась. Ну, как бы ребенок почувствовал, что человеческие черты начинают проявляться. У него же самообучение идет. Ну, типа, разработчики сделали и сами не поняли чего. Ну, как вот этот самый, кто у нас Apple разработал, все забываю. Ну, понятно. Но сейчас это вот с искусственным интеллектом. Сейчас люди появятся, как бы искусственный интеллект нас не покорил людей. Во-первых, не лишил рабочих мест. Во-вторых, саморазвитием своим не вышел до такой уровень, когда начнет людей контролировать, использовать, манипулировать. И человечество боится этого, потому что это же как джин из бутылки. Может ли быть вообще такое, что биоробот может стать контролировать человека? Ну, я об этом тоже думал, что человек отличается от искусственного интеллекта тем, что он делает открытия, он делает шедевры, чего не может делать искусственный интеллект, потому что искусственный интеллект, он только может комбинировать, сопоставлять что-то, хотя с бешенными скоростями гораздо быстрее, чем человек. То есть, количественно может перегонять, многократно, но качественно открытие сделать научное не может, например. Я так думаю, а вы как думаете? Вы знаете, смотря, что считать шедевром. Говорят, новое есть хорошо забытое старое. Вот он возьмется и берет все, что он увидит, все, что человечество накопило за обозримый период, и создает нечто. Может быть, знатоки почувствуют, что это не шедевр, а для большинства это будет шедевр. Они скажут, о, классно. А об опасности я вот что скажу. Значит, вся обозримая история, ну, часть, которую, конечно, нам дают как лживую, заставляют в школах учить и в институтах, но все-таки люди отчасти понимают, что там было-то. Так вот, обозримую часть истории мы понимаем, что, как бы, вот тех, кто организует и развязывает войны, это не совсем люди, мягко говоря. Знаете, есть такая, ну, они много чего плохого делают. Есть такая фраза, войны никто не хотел, но она почему-то началась. Я сейчас про любую войну говорю. Не конкретно, бесконкретно. Люди не хотели. Это очень важный вопрос. Мне кажется, вот человеческая ограниченность, варварство, недостаточность. Вот, допустим, человек не доспал. Вот он не доспал, не доспал, не доспал, у него растет раздражительность, растет агрессивность, у него нарушается целостность. И когда у него нарушается целостность, он перестает в этот момент быть гуманистом. Он перестает все переживать, потому что у него состояние эгоиста, поскольку он должен выживать в этот момент. У него инстинкт самосохранения, а не созидания. Ему не до высоких чувств, он просто переутомлен, банально. Я уже не говорю... Это пример, это пример такой простой. Вы знаете, я как раз хотел, вот если вы не против, попросить вас сейчас о том, чтобы мы... Вот ту тему, с которой начинали, о том, что вы говорите, о том, что детей можно музыкальным образом, как бы укреплять в них человеческое. Вот сейчас, если бы вы коснулись этого вопроса, наверное, было бы к месту. Хорошо. Я тогда проговорю быстро общие или эти самые. Вот. Но мне бы хотелось... Можно я про искусственный интеллект скажу очень коротко и про Аббас? Конечно, конечно, конечно. Значит, смотрите. Я почему говорю про тех, кто управляет большинством стран, что они не совсем люди, судя по тому, что они с людьми делают? Ну, одна Вторая мировая война чего стоит? Что, народы хотели друг друга убивать, что ли? Это же все организовали. Вот. Так вот, кто управляет искусственным интеллектом? Его же не марсиане к нам привезли, и не с Альфа, с Центавра. Кто-то, кто-то продвигает этот искусственный интеллект. Для чего? Чтобы поработить людей. Я вот открыто это говорю. А я думаю, может быть, это веха в истории эволюции и развития человека, чтобы человек, наконец, задумался, чем он от искусственного интеллекта отличается. И покопался в себе, и таким образом стал развивать свое самосознание. Ну, любое явление, оно имеет два эффекта. Один плохой, негативный, а другой позитивный. Просто, знаете, говорят, это же тоже опыт, да, когда человека избили, как собаку, понимаете, сделали его инвалидом, и говорят, это тоже опыт. Еще нам не хватало сказать, что это полезный опыт. Да лучше бы этого опыта не было. Конечно, если он человек сильный, он из этого выйдет сильнее, а если он слабый, он просто подохнет, как собака под забором, и все. Эти войны делают слабости человеческие. Вот слабости человеческие аккумулируются, дают количество качественных какие-то изменения, и поэтому происходят войны. То есть нормальные люди войны не делают, но те, которые там управляют процессами, да, выходят на этот уровень управленцев, именно люди менее душевные, потому что иначе они там не выживут. Поэтому так получается, вот когда, допустим, мы с вами нормальные, допустим, условно говоря, выбрали, допустим, третьего человека, которого продвигаем наверх, чтобы он по карьерной лестнице был управляющим, как бы, да, а там уже другие условия, там уже другие условия, и там эти наши человеческие качества, там просто не выживают, не выживаем. Там надо локтями работать, там надо наступать на голову, там надо эти самые, как это называется, царедворские игры играть, и прочее, и прочее. Может быть... Такие, как мы, наших людей туда не продвинем. Это нереально уже. Там у них все сформировалось, там свои правила. Да, там другие правила, да. Там другие правила. И, наверное, там все-таки люди более жестокие. Они иначе не выживут там. Вы знаете, вопрос, люди ли там. Если они организуют войны, в которых заведомо погибнут 50-70 и сколько миллионов человек, то люди ли это? Тогда надо говорить об их нездоровье, что это нездоровые люди. Или вы имеете в виду, что это марсиане какие-то? Почему? Они выглядят такие же, как мы, глаза, уши, ноги там. То есть они родились, как говорится, от наших земных родителей. Они пятилетними детишками чистенькими были в 7 лет. А потом их система выбрала. Она... Система что? Согласен. Согласен. Вот, вот, вот. И вот здесь вы вступаете, условно говоря, и пытаетесь свою жизнь положить на то, чтобы в этот как раз период детей не штамповали, не выбивали из них человечность, а наоборот с помощью музыки могли их поддержать как человеков. Вот давайте я чуть-чуть назад на один шаг отступлю и скажу пару общих вещей. Значит, очень популярных и простых. Ну, я вообще очень просто выражаюсь. То есть я вообще-то из простых, знаете, простых совсем людей, только, ну, обинтеллигентился немножко. Вот научился говорить всякие красивые слова, но и так и учился кое-чему. Значит, смысл вот в чем. Простой смысл. Вот есть вопрос, куда катится мир, когда люди наблюдают, что происходит, куда катится мир? У меня есть ответ. Мир катится туда, в разных регионах, по-разному. Куда его катят люди? То есть к плохому его катят плохие люди, к хорошему порядочные. Почему из детишек, из милых, из всех, одни вырастают порядочными, а другие вырастают, есть откровенные просто отморозки, там, садисты, убийцы, насильники, педофилы, людоеды и прочее. Вот. А многие просто равнодушные подонки, называется. Они хорошие, но как в стихах. Ты добрый, но добра не сделал никому. Стихи такие есть хорошие, правильные. И вот почему это все меняется? А потому что, потому что высокие чувства, а вот человек это тот, кто, у кого есть высокие чувства. Любовь, сострадание, желание помочь, желание спасти. Это человеческие качества. И мы понимаем, что у части человечества этих качеств нету, особенно у тех, кто управляет. Я сейчас даже не хочу ни на какие страны показывать. Это такое интернациональное явление, я бы выразился, с некой долей сарказма. Так вот, мы берем ребенка чистого 5, 4, 5, 6 лет. И вот как сделать так, чтобы более гарантированно он вырос порядочным человеком, с высокими чувствами. Так вот, высокие чувства, они формируются исключительно эстетическим воспитанием. То есть, созерцанием красоты. Вспоминаем Достоевского, который якобы, подчеркиваю, сказал, что красота спасет мир. Он сказал по-другому. Красота, может быть, когда-нибудь спасет мир. Потом эту фразу причесали. Ну, типа, она уже, красота гарантированно спасет мир. Ребят, вы не напрягайтесь, не надо воевать, не надо сражаться. Красота сама, без вас, спасет мир. Так вот, красота спасет мир. Может быть, когда-нибудь. И вот, когда мы выводим детей, даже подростков и взрослых, на созерцание красоты, это каким-то образом срабатывает. Денная память, родовая память. Я в школе видел, как 43-летняя учительница, классная руководительница третьего класса, у нее все время, у нее, знаете, глаза, как у акулы. Вот биоробот, маска, и глаза, как у акулы. Помните, да, такие неподвижные, как у биоробот. И она пришла ко мне на занятия, и она там, у нее инициация произошла. Но вернемся назад. То есть созерцание красоты каким-то волшебным образом ребенка, подростка, взрослого человека открывает у него все более человеческие качества. То есть это такое, хорошая музыка, это такое лечение от расчеловечивания, я бы сказал. Даже не профилактика, а даже лечение. А может быть встреча с добротой? И это тоже. Ваша красота на вкус и цвет, как говорится, товарищи, нет, а доброта – это настоящая вещь. Это когда ребенок сталкивается с добротой, это настоящее. А красота все-таки немножко условна, да, кто ее видит, кто не видит. Доброта, она более такая вся, но любовь, по-другому говоря. Работает и то, и другое. И любовь, и доброта, и красота. Это все вместе работает. Это просто разные составляющие вот этой вот великого гуманизма и великой вселенской гармонии. И вообще я считаю, что человек изначально, изначально он создан добрым. Изначально, а потом... Хороший, хороший по своей природе. Это процесс эволюции, развития человека. Естественно, он хорошим родился, пока его не испортят. А потом его начинают целенаправленно портить. Ну, то есть... Не специально, не специально может быть. Специально. Специально. Когда министр просвещения одной великой страны говорит, нам не нужно много инженеров, художников и писателей. Нам нужно... Он не понимает, что он делает. Он не понимает, может быть. Может быть, не понимает, но такого поставили министр... Понимаете, я доктор, я врач, я психиатр. Я поэтому думаю, что нормальный человек целенаправленно так делать не может. Так этого больного, его кто поставил-то на этот пост руководить просвещением великой огромной страны? Я сейчас не буду названия говорить. Его кто поставил? Такие же больные. Получается. Пардон. Не будем переходить на... Переходим опять к музыке и переходим к детишкам. Как вы это можете сделать? Итак, это многие делают, кроме меня, просто я на этом сосредоточился. Значит, итак, видение красоты, восхищение ей, высокие чувства, высокие вибрации, это делается через эстетическое воспитание. Что у нас такое эстетическое воспитание? Созерцание восходов, закатов, цветов, природы, хорошая литература, не депрессивная, не будем показывать пальцем в сторону классиков, да? Что еще? Поэзия, хорошая поэзия, настоящая. Не про то, как он вчера очередную женщину, так сказать, известный... Живопись, конечно, музыка, конечно. Так вот, наиболее мощно... Природа в первую очередь, конечно, да. Далеко не все дети имеют доступ к природе. Как там написал один поэт, и города, кишащие глупцами, где среди этого добро, о, жизнь моя. Вот так было сказано. И вот многие дети, они же большинство живут где? В городах маленьких, больших, какая природа? Так вот, музыка действует сильнее всего. А скажите, пожалуйста, мы можем с вами сделать, вот у нас по традиции нашей школы «Человек будущего», «Хомофутурус», иначе говоря, «Школа человечности», у нас как раз таки есть такая традиция, у нас время от времени проводятся бесплатные ликбезы. И там приглашается человека, интересный собеседник, который делится своими мыслями. Мы можем с вами провести вот такую встречу? Конечно, можем. Методика-то это не просто идея, она же проверена была на практике, а результаты оказались неожиданными для меня. И потом, в течение ряда лет, очень такие продвинутые люди, они мне говорили, что ваша методика может вот это, может вот это, может вот это, а я тогда не думал, вообще как методика получилась? Хотите, я скажу пикантную вещь интересную? Я лет с 20, даже не с 20, лет с 16, я задумывался о самосовершенстве. Вот. И, значит, я в юности и так далее, ну хотя в Китае говорят, что юность начинается в 85, между прочим, это в Китае так говорят. Вот. Ну в общем, в том возрасте, лет в 16-20, я был очень сильно, меня тяготило, моя, так сказать, это чрезмерная сексуальность, скажем так. Вот. Я даже везде, с некоторых пор, я в публичных местах ходил с наплечной сумкой. Ну, потому что... Я в публичных местах общественных ходил с наплечной сумкой. У меня всегда сумка была на плече. Зачем? Потому что моя эта чрезмерная сексуальность, скажем так, она приводила к тому, что у меня эрекция была в самых неожиданных местах, понимаете? И мне нужно было прикрыться, чтобы люди не видели. И вот это все привело к тому, что я думаю, ну как же вот это все успокоить-то, понимаете? В религию я не хотел идти. Я чувствовал, что там что-то не то, что-то они там привирают, понимаете? Типа вот ты должен верить так, как в Бога, как мы говорим. Меня это вот не тянуло. И, наконец, я где-то в 30 лет я прочитал про брахмачарья, про воздержание. Вот. Я решил, думаю, меня это так воодушевило, что у человека раскрываются способности, если он воздерживается от потери семенной жидкости у мужчины. Кстати, с женщинами то же самое. И вот я, значит, я где-то полторы-две недели я повоздерживался, и вот меня осенило. Я вот эту методику придумал вот так вот просто. Пришел в школу и говорю, я хочу с детишками музыку слушать. Директриса прежняя, она была хорошая женщина, она поняла, просто она почувствовала, понимаете? Она мне помогла это все продвинуть, потом она ушла в декрет, ну и пришла эта самая мымра на ее место. Кстати говоря, они меня травили, травили, они меня уволить не могли. Я же еще работал бесплатно, вот преподавал вот эту вот, с детишками музыку слушал. А это было еще при коммунистической власти, которая, конечно, имела свои недостатки, но и в достоинстве. И я что сделал? Кстати, я пошел в райком КПСС, вот, и ходил-ходил, смотрю, третий секретарь, женщина. Я к ней зашел, ну и вызверился на нее, говорю, что вам дети помешали туда-сюда, в общем, я наехал на нее. Но у меня никогда с детства не было авторитетов особых, то есть, ну и что, что секретарь райкома, тоже мне беном Ньютона. И она говорит, ну-ка, ну-ка, поподробней. Я ей рассказал, чем я занимаюсь с детьми, какие результаты и как это в руководстве школы ведет. Она говорит, какая школа, такая-то, так, звонит туда, прямо при мне, сейчас, подождите, Владимир Григорьевич, подождите, звонит туда, так, говорит, я, там, третий секретарь райкома, такая-то, покажет, КПСС, покажет, дайте мне эту директору. В общем, она с ней так разговаривала с этой исполняющей обязанности. В общем, там слово, знаете, поганой метлой было самым мягким. Короче, она ей сказала, что если еще раз они меня тронут, они полетят вот этой метлой с неприличным словом, да, как обычно говорят, и с волчьим билетом, и говорят, идите работайте, все нормально. Но дело не в этом. Значит, более всего, быстрее всего, на эстетическое воспитание, вот разбудите ребенка, и даже взрослого человека, это работает музыка. А если это сочетается с хорошей поэзией, я знаю поэта одного современного, рядом с которым, с которым Александр Сергеевич Пушкин просто тихо отдыхает. Вы меня заинтриговали. У меня к вам предложение. Давайте мы следующую часть нашей беседы как раз таки я тоже додумаю, продумаю то, о чем мы говорили, чтобы вопросы какие-то у меня сейчас зреют, чтобы вас сейчас не перебивать. Мы сейчас сделаем паузу, мы объявим, когда будет у нас ликбез, чтобы все собрались и послушаем вторую часть нашей беседы. То есть, ваш монолог, как вы хотите, или как вы обучали детей, вот тому, о чем мы говорим. Ну, еще хотелось бы знать, что я вам, Хасай Магомедович, я вам пришлю ссылки на методику. Ну, текст. Есть короткий текст, есть там поподробнее. И разные ссылки какие. Социальное обоснование вообще, что это дает, от чего это. Кто же сказал, зло есть незнание пути к добру. И человек, у которого высокие чувства, в чем фокус, он сам начинает искать пути к добру. А человек, у которого низкие чувства, он начинает искать пути делать зло. Я хочу, чтобы восприятие нашей беседы было легко переносимым. Поэтому я вынужден сейчас, чтобы мы остановились. Иначе большинство людей, которые смотрят нас, им будет немножко неловко. Потому что настолько интересно вы говорите, а немножко мы по времени не укладываемся. Давайте мы так договоримся. Договорились, что мы сделаем? Ну, профессор с кафедрой не кукариков полтора часа? Мы этот ролик, который мы сейчас записали, выставим. Мы там напишем ваши координаты тоже. Туда представим. У кого-то если вопросы возникнут раньше, они вам зададут раньше. И мы объявим, когда будет ликбез. и тогда они люди друг другу передадут, что интересная тема, соберутся, и мы с вами как раз самое такое интересное расскажете. Можно одно важное дополнение? Да. Мы к этой теме, если удобно, мы тут же прикрутим тему родительского образования. Какого? Родительского. А, да. Многие родители не образованы. одну ремарку на эту тему? Я скажу, чтобы зрителей заинтриговать. Есть один всемирно известный тренер по успеху. Да, я сейчас не буду его рекламировать. Он сказал интересную вещь. Когда его жена была беременна первым ребенком, он за это время прочитал 4 книги по воспитанию детей. Всего у них четверо детей. Сейчас он уже взрослый дядечка. И вот они с женой прочитали 43 книги по воспитанию детей. Я недавно проводил вебинар, там не целевая аудитория, там какой-то бизнес, этот самый бизнес. Меня пригласили, но я думаю. и вот я задал вопрос, а кто сколько книг прочитал по воспитанию детей? Ну, кто-то там написал одну, две, очень мало. У нас родители не читают книги по воспитанию детей. И поэтому качество домашнего воспитания, мягко говоря, это вообще отдельная тема. Когда ребенка программируют, обзывают его всякими словами, там, типа, умственно отставы. Это отдельная тема. Конечно, конечно. Я вам очень благодарен. Спасибо вам. Спасибо вам. Поэтому мы будем ждать, объявим, когда мы в следующий раз встречаемся. Я предлагаю всем собраться. Это очень важно сегодня. Как никогда важно. Я очень рад, что вы это понимаете. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Значит, до встречи, да? До встречи. Ага. Спасибо.